Продолжение следует... Кто поет Валеску, она не очень поет, но let's go. Не надо хейтить Валеску. Почему? Она никогда хорошо... Ой, я отключаю. Вот объясните, зачем досматривать... Зачем досматривать... Маленькую... Уже понятно. И сейчас я такой... Элдимей такой... Так вот, бля... Элдимей, ты братан. Так я допиваю. Он не варил. А ты прям вообще что-то тормозишь. А... Я... Ты прям тише не пьешь. Я слушаю. Короче, давай сделаем перерыв сейчас. Нет, столько не перерыв. Я должен словесный понос выдавать. Я прочитал... Сука, кто сказал про словесный понос? Блядь, обидели меня, заделись. Ха... Ну нахуя бы? Ну чё ты? Ну ёпта. А, блядь, вот... Что-то ёпта у вас. Додумай, блядь. Ладно. Ребятки. Пять минут перерыв. Мы покурим. И вернёмся к замечательной теме немецкого... Будем рассказывать про эко и доску... Ну как, будешь рассказывать один... Нет, нет. Эдди, Эдди про это будет рассказывать. Эдди про это будет рассказывать. Так, всё. В эфире мы вернулись. Надеюсь, что... Сейчас ещё стул поскрипит и закончит. Так, да. Надеюсь, что дропов больше не будет таких. Напомню. Что? Что на... Что такое дроп? Ну, когда, типа, просаживается поток, вот эти потери в пакет... Ах! Ах! Вот, напомню, что... Потеря в пакетах. У бабушки знаю такое. Эрной пакетах. Да. Ленина пакетах. Так вот. Салют. Да, напомню, что у меня в гостях Оксимирон, Эдди Мура, и мы сегодня обсуждаем немецкий рэп. Вот. На чём мы там остановились? Да. Я ещё хочу всё-таки два слова про Эдди сказать. Эдди занимается всякими умными вещами, не связанными с рэпом, full time, но параллельно очень любит это дело и интересуется. Есть такое. Много коннектов в немецком рэпе. Вот. И он нам помогал, кстати, с концертами, за что нам большое спасибо Booking Machine в Германии. Короче, много чего умеет, много чего это, но рэп пламенная страсть немецкий, как у меня. Да. Шаут-аут Тирстару. Шаут-аут. О, сейчас же у ребят. Сейчас. Прямо сейчас у них. В Мюнхене. В данный момент. Тайково в Мюнхене. Да. Топ-ти Тайково. Большой баттловый ивент. Там наш Санька, ресторатор, за всех отдувается. И отбивается, я имею в виду. Он ничего не понимает, он не знает, что там происходит. Он уже понимает немецкий сейчас. Да-да-да. Эй, чё? Ну ладно. Мы знаем по баттлу с Дизом, мы знаем, что у него лучшие реакции на язык, который он не понимает, на панчи. Он прям реагирует очень круто. Да-да-да. Ну я помню. Сегодня будет повторение. Да, примерно такого. А как Мамай в Берлине реагировал на немецкий? Так же? Нет, он реагировал вот так. Это Порча реагировал прям такой. Да, мы были просто все вместе в Берлине вентябре или в ноябре. В декабре даже было. Так, ну чё, мы пиздим дальше. Да. Сейчас Эдди, чтобы немножко оттенить мой занудный долгий рассказ про лейбл Руяльбункер, расскажет про следующий важный лейбл в истории немецкого рэпа. Это Агро Берлин. Который косплеился Агро Бобруйском. Да, но это было не то. Но они тоже как фанаты, на самом деле. Серега и Стим были фанаты. Да, конечно. И это было как трибют, на самом деле. Серега же потом фитовал. Он до этого фитовал. Серега фитовал с Зидо и Серега фитовал с Азадом. Азад тоже одна из легенд немецкого рэпа. И тоже конец 90-х. Да. Послушайте. Азад. Ранний Азад очень сильный. Азад Лебен и Лебен Цвай. Это прям заебись. Да. Так вот. Роял Бункер, время как бы подходило к концу. И Зидо тогда был тоже частью Роял Бункера. Но он не выступал. Он был как фанат. Он там был как... Может я перебью. Зидо и Битайт были подписаны на один релиз. Их наебал Штайгер по ходу с контрактом. Они ушли. Да, но они никогда не выходили там и нихуяли. Они даже не выглядели так. Зидо и Битайт ушли, потому что очень многое было времени потрачено МОР. И для них это было... Их никого раскручивало. Да, они такие... Но просто вот это интересно. Сори, что перебил. Я сейчас замолчу. Но это важный момент. Что вот этот лейбл именно в плане Зидо. Хватит перемениваться! Зидо и Битайт, и я не могу молчать! Он тоже начинался в том же подвальчике Роял Бункера. Потому что они тоже туда приходили на Open Mike, читали. Все связано. Понимаешь? Весь берлинский рэп был взаимосвязанным. А теперь Эдди нам расскажет про Агро Берлин. Агро Берлин. Я очень хорошо помню, когда Агро Берлин начался, это было прям грязно. Это было противно. Особенно, когда общественность на это все смотрела. Агро Берлин запрещался. Они не хотели пускать это в радио, в мейнстрим. Тогда же не было Ютуба. Тогда было Vivo и MTV. Это были главные такие ресурсы. И Зидо, почему он тогда еще был главной фигурой? У него была маска серебряная. Вы видели по-любому. Да, у него маска... Череп. Череп, да. Череп с микрофоном. Это совмещенные. У него же здесь такие микрофонные мембраны. Череп и микрофон в одном. Да, но она была прям здоровая, железная, хромированная. Выглядело очень круто. И Агро Берлин считался таким грязным, неадекватным. Там был еще Тони Ди, который потом сам начал выпускать треки. Но он головой об стенку чуть ли не бился. Через край. Да, через край. Все вместе. И тогда были очень-очень такие... Битайт, который черный. Он читал, что он черный, который курит. Но это были прям все эти клише, которые он поднимал. И плюс Зида, у которого была песня, которая называлась «Аршфиксон». Что в переводе означает «Ебля в жопу в сон». Да, про анальные... И очень странно, потому что как бы там он ебал других рэперов как бы в жопу. Очень графически это описывалось. Да, он прям описывал детально, что нужно делать для этого. Это максимально шокирующий текст с припевом, который все могли напевать. Потому что весь припев это был... «Та-та-ра-та-ра-ра-та-ра-та-ра-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-타». И до сих пор на концерте все фанаты кричат. То есть, если... Это небольшой лайфхак для вас... Если вы хотите... Научиться? Хотите подходить к девушке в клубе не надо подходить к ней и говорить... Та-та-ра-та-ра, потому что это означает, понятно, что. Но он очень, если вы хотите, я не знаю, какие-то практики новые изучать, то послушайте, послушайте Аршфиксон с Зидой. Расскажи про то, как Спектр и прочие создали персонажей из каждого. Ты намного лучше это расскажешь, чем я. Ну, потому что у меня, я забываю всегда. Я просто хотел, чтобы ты попросил меня снова вклиниться. Если бы я сам залетел, цепально. Поэтому я бы знаю, когда уже пошла вся эта движуха, когда их начали запрещать. Давай в виде диалога, чтобы не было монолога. Смотри, были три босса у этого лейбла. Шпахи, Халил, Спектр. Спектр все равно. Ты говоришь, да, он продолжает. Нет, смотри, смотри. Просто кивай. Спектр, которого потом все нахуй не уважали, все его прям гнобили. Я вообще не знал. Ну, Бушиду и Котами. Да вообще все. Спектр просто потерял лицо потом. Но Спектр снял же этот клип крутой с Зидой и Бушидой, когда они соединились много-много лет спустя, где они стреляют друг в друга в конце. Драйн Свантик. Драйн Свантик. Я даже снял Спектр в Киеве. Ну, без разницы, что он снял или нет, но он не имеет никакого значения уже в индустрии. Он имеет историческое значение. Да. В том плане, что, смотрите, было несколько ребят, да, разразненных. Бушидо, Флер, Битайт, Зидо. Тот же Тони Ди, который потом уже начал читать. Просто были чуваки из гетто. Вот это уже были реально... Да, это уже был прям гетто-гетто, прям нищеброды. Да, нищеброды. Да, они просто хуи пинали. Ну, так и было. Да, жили в этих социальном жилье. Как и мы, блядь, все через это прошли в какой-то момент. Вот и они тоже через это прошли. Да. Зидо, который наполовину поляк, наполовину цыган, еще какая-то там половина хера, он знает. Просто постепенно все выяснилось. Да, да, да. Вначале он вообще никто не знал, кто это, потому что у него была маска. Он ее одел, ну, потому что он как бы не то что боялся. Я не знаю, я помню его интервью, когда он рассказывал, когда он снял маску, все такие, блядь, блядь, блядь. Потому что он выглядел совершенно не так. Они думали, что он выглядел как убийца, а он в очках задроп такой. Да, да, да. Но он долгое время носил эту маску, потому что он не хотел, чтобы его узнавали, и поэтому все думали, что он какой-то прям отморозок. Но так и было, естественно, они все пришли прям с улицы. Ну, слушай, он не был отморозок в плане того, что он просто был чувак, который вырос в районе. Так, ну, музыка ему была такая. Музыка, да, безусловно. Поэтому все так думали. Зидо сам всегда говорил, что я никогда не был, типа, самым отмороженным в моей кру, самым криминальным, самым, блядь, опасным. Но зато я читал рэп, типа. Я немножко хотел просто к чему подвести, в чем интересная роль Спектра. Он взял чуваков с улицы, который... Ну, он увидел в них талант, в ком-то большее, в ком-то меньшее. И дал каждому образ. И дал каждому образ, который просуществовал долгое время уже после того, как и Спектр с ними перестал работать. И они ушли куда-то, да? Но этот образ жил долгое время. Ну да, это был Зидо, который... Давайте это раскинем. Был кем? Просто антисоциальным укурком с блока. Что-то среднее между АК-47 в лучшие годы. Гуфом, может быть, да? Гуфом, но при этом с прививкой первого класса. Вот так. Если совместить первого класса и Витя АК, вот это будет Зидо. Получится Зидо, да. Да, но, наверное, лирически сильнее обоих. Существенно сильнее. Ну, этот... Да, то есть, ну, как бы... Майт-дрооп! Ну, это факт просто, да, как бы. То есть, это укурок, как Витя АК, типа, грязная, агрессивная хуйня, как первый класс. Но при этом, типа, круче. Ну, будем откровенны. Ну, естественно. Я знаю, круче, чем он. Потом был Битайт. Битайт, который эксплуатировал образ черного. То есть, по-немецки... По-максимуму. У него даже был клип, где он прям намазан черным. Он и так черный. Не, ну... У него, собственно, обложки... Смотрите, по-немецки, по-русски слово негр, это не оскорбление. Это просто, типа, черный чувак. По-немецки... Я его сейчас не буду говорить, потому что иначе мне потом в Германии припомнят. Но вот это же слово по-немецки, и это, именно похожее по звучанию, это супер оскорбление. Это, ну, пиздец. Чехните трек Веатас Красс Векера. Да, и Битайт, первый в Германии, по аналогии с тем, как черные в Америке называют себя N-word, точно так же, типа, он начал себя так называть, еще и намазался гуталином, поверх своей так черной кожей. Вот. И, типа, у него обложка, где он стоит с золотым стволом, приставленным, типа, к собственному подбородку, в цепях, намазанный гуталином, надпись вот этого вот чудовищного слова, которое в Германии просто... Знаешь, еще в Германии, нужно понимать еще очень важный момент, что в Германии все эти переходы границ, особенно болезненные, потому что это страна после войны, это Холокост, все такие, что он сказал, у них это прям гравитие. В Германии есть некая шизоидность общества, очень глубоко зарытая, что, с одной стороны, была вот эта деноцификация, и немцев выставили виноватыми во всех. Да, до сих пор. И понятно, что чудовищная совершенно история, абсолютно уникальная по своей сути, хотя геноцидов было много, и многомиллионных тоже, но здесь просто особенно, то есть очень целенаправленно убивали там конкретные группы людей, но прошло много десятков лет, и я могу сказать, как бывший, и я думаю, ты подтверждишь, как бывший немецкий школьник, что каждый год заебывают этой темой в школе, пока ты уже сам не начинаешь ее практически ненавидеть. Как год, Невникан и Франк, каждые два месяца, блядь, ну то есть, скажи, чтобы это не было, как будто я придумываю что-то. Начиная, блядь, со самых первых классов, ну как только появилась история... Первый класс, легенда, рэп, а не, подожди, продолжай. Я понял, первый-первый, чем нелевый. Как только началась история в школе, блядь, каждый... Все, 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 я не смог бы среагировать. Все, я не перебиваю. С первого класса, первый класс, первый класс, первый класс. Пау, пау, смотри, враг не спит, я читаю, что-то MC улетают, как птенцы. Я же нормальный парень, но бывает, едут крыша, это нельзя дальше. Но это не суть, то, что когда была история в школе, они хуярят, это прям каждый год, каждый год они вспоминают, что немцы, им нужно стыдиться, Гитлер это говно. Это понятно, что Гитлер говно, но проблема в том, что люди вырастают с комплексом неполноценности, с тем, что они виноваты. Целая нация. Нация травмирована своей историей. Вот когда чемпионат мира был в Германии в 2006 году, очень много людей кидали, ну в Германии такая хрень, когда чемпионат мира, то все нации кидают флаг за окно. Пропытаются кидали, вывешивали. А немцам кидают за окно, мне место нашелся. Продолжай. Не кидают за окно, но вывешивают, блядь. И немцам тогда было стыдно это делать, потому что им казалось, что это типа национализм какой-то. И вот они... Да, очень больная система. Им было стыдно гордиться немецким флагом. Сейчас немножко успокоился, они как бы это уже нормально, но когда вот в 2006 году был чемпионат мира дома, то им прям было неудобно, прям неприятно. Вот поэтому это все еще, все еще... Очень сложная тема, то есть я не говорю, что это как бы нужно все взять и забыть, но то, что травмированный народ как бы этой темой, да, это очевидно. И сейчас уже вырастает... Я сейчас очень красиво верну Кагро Берлин. И вот представьте себе, что вот в такой вот стране вдруг появляется артист, который не просто держит немецкий флаг и говорит, у меня белая кожа и голубые глаза, у него на плече сидит орел. И он что-то понял, да? Да, да, да. И является еще один участник Агро Берлин, Флер, который был просто рэпером, но он был с Бушида в одной крухе, у них был альбом Карл Кокснутен первый. Очень красивый, крутой, с офигенными битами. Карл Кокснутен один. Слушайте. Да, слушайте обязательно. Очень крутой альбом. Но когда Флер стал типа соло-артистом в Агро Берлин, ему спектр нарисовал вот этот вот... Немецкий рэпер. Да, типа немецкий рэпер, заигрывающий... Мужик гранит. То есть как они это делали? Как гранит. Смотри, они бы сразу нахуй закрыли. Как они это делали? Очень разумно. Они собирали толпу арабов и турок. Все время этническая тема, но в немецком рэпе без этого никуда. Это суть. Вот. Собирали толпу своих друзей, которые, естественно, он даже читал «Мои друзья отовсюду». Но при этом, сам он говорил, если арабы могут считать о том, что они гордятся тем, что они арабы, носить свои флаги и так далее, турки, все, почему я, немец не могу это сделать? Черные ходят в уебу с тем, что они черные. Почему белые не могут это сделать? И это привело к колоссальным дискуссиям. В первую очередь, естественно, в белой Германии интеллигенция, белые воротнички, которые вообще не знали, что такое рэп, это где-то там в гетто существовало, а у них нельзя было блять слово, это же дойче слово говорилось. Да, да, да. Приглушенный, типа, а тут вдруг подумаешь, что я националист. Тут приходит чувак, вокруг него арабы, турки, и он читает, это чуть ли не зигу кидает. Это был перекос мозгов. То, что Рояль Бунка сделали в свое время больше со стебом, с каким-то сюрреальным юмором, немножко дадаистским таким пониманием мира и так далее, Агро Берлин продали и сделали из этого коммерчески успешный, дико провокационный продукт, где у каждого рэпера был свой фиксированный имидж, который был основан в принципе на реальности, но был гипертрофирован максимально. Плюс тот же мужчина, который самый главный, который у него прям репрезент вот этих всех турков-арабов, он как бы стоял за этой вещей. Четвертый персонаж, мы упомянули, Флер, Зидо, Битайт. Который, но он был всегда в тени. В Агро Берлин. И это его очень напрягало. Я бы не сказал, что он был в тени. Им не так сильно занимались, как Зидо, но он с самого начала было видно, что это второй лидер. И возможно, он сильнее, чем Битайт. Он был там, и он лирически был сильнее, чем Битайт. Давайте немножко про звук поговорим, о том, мы все время только имена, имена. Как бы ты описал звук Карлу Кукснуто-Айнс? Это первый альбом Флера и Бушида под никами Фрэнк Уайт и Сонни Блэк. Это из двух гангстерских фильмов. Фрэнк Уайт это Кинг оф Нью-Йорк. Сонни Блэк это Донни Дарка. Донни Дарка, блядь, Донни Браска. Но самое главное, что Сонни Блэк, но Сонни Блэк существовало, Фрэнк Уайт это чисто придуманный. Да, Фрэнк Лук... Нет, Фрэнк Лукас другой. Фрэнк Уайт это чувак, которого играет. все правильно. Смотрите эти фильмы, я не доебываюсь, я не перепутал Фрэнк Лукаса и Фрэнк Уайт. Это разные люди, блядь. Вот. Ну, я бы описал бы Карл Кокснотон первый, блядь, трудно, но, наверное, как инди-фрэссорэп. Ну, как бы, все поняли, как бы. А, теперь я думал, что ты, ну, я, как бы, ну, я даже не знаю, поебалу рэп. Да, да, смотри, саунд, во-первых, это холодные сэмплы, холодный, сэмплированный, но сэмплы не, типа, вот эти вот фанковые, старые. Мокрый бетон, вот. Мокрый бетон, очень хорошо. Все, мы принимаем 100%, теперь саунд этого времени, это, да. Мокрый бетон. Мокрый бетон, это очень хорошее название. То есть, вы послушайте просто этот релиз, там действительно очень сильные треки, которые, кстати, мне кажется, прошли тест временем. Да. Так же, как и первый альбом «Бушидо», «Фомбошь, что это? Весту Скайлян?» как он? Да, «Фомбошь и Весту Скайлян». Этот альбом, где с зеленым, неоновым, правильно, он стоит в кепке. Вот это охуенно альбом. Даже, есть такой чувак, диджей Бладбитц, вы, наверное, некоторые из вас его помнят, очень мой хороший коридж из Германии, он всегда был супер-бэкпэккером, все, что было после 2001 года, он ненавидел, ненавидел, он считал, что, блядь, рэп закончился, сука, в 99-м Германии. То есть, типа, он там, я не знаю, из более поздних, он там, я не знаю, каких-нибудь Хусенходен, знаешь, типа, «Ой, блядь, Хассенходен, это за пути». Просто за пути. Короче, Хассенходен, это полная шляпа. Я помню, что мы с ним где-то в 10-м году, или даже раньше, может, в 8-м, мы с ним обсуждали, типа, Бушидо, он такой, бля, вот все, что пришло на смену вот этим бэкпэкерам и трушному хип-хопу, Гамбургу, Штутгарту, вот эти все, короче, вот эти ужасные люди из гетто, это все пиздец, я это не могу спринять. Но первый альбом Бушидо я понимаю, хоть и не принимаю, потому что мне это напоминает моб дип не саундом, а аттитюдом, подходом, потому что супергрязный, уличный, даже не грязный, а просто очень серьезный уличный рэп. Когда читал Продиджи, Rest in Peace, Among Me 19, Вот это был подход Бушидо, типа, я из гетто, я серьезный, я прохалывал жизнь и так далее. Дальше, смотрите, мы не наивные, мы знаем, что типа, сейчас мы к Бушидо перейдем, сначала послушаем Зидо, но я хочу последнее сказать, мы знаем, что по-любому сейчас будут люди в чате, которые будут писать, да блин, там Зидо, фейк, Бушидо, фейк, Бушидо на самом деле все это не прошел, там и так далее. Мы все знаем, мы следим за, как минимум, за тем временем, все понятно, я читал фейкографию, я тоже, я читал фейкографию Бушидо и местами я думал, господи, это ладно, без комментариев, это фойк. Фейспан через плечо, но, как бы, однозначно, под всем этим была основа того, что эти ребята реально были из большого города со всеми его проблемами. И мы сейчас слушаем клип, смотрим, Зидо, который взорвал, это все разорвало. Это был, наверное, зенит времени Агроберлина, я бы сказал. Ну как, начало, когда они взорвали прям, они вошли. Но это, но зенит был позже. Нет, но они выиграли тогда Комет, они зашли тогда в... Мама и Штольц тот же год, да? Нет. Нет, знаешь, слушай, это 2004, да, да, это зенит, это когда вышла Анзага номер 3. Анзага номер 3. Войнахтсон, когда был, почему у него такой русский акцент? Анзага номер 3, я могу очень в Deutsch говорить, но буду говорить. Я могу в Deutsch говорить. Что, что это, что это, что это, это тогда, стоп, вот мы вспоминали Фантастические Фея, тогда Фантастические Фея выиграли Комет, это был главный приз золотой граммофон, да, типа того. И тогда, когда выиграли Фантастические... Надо было по-немецки золотой граммофон. Гольное граммофон! Ксюлюфон. Ксюлюфон, Ксюлюфон. Короче, и Фантастические Фея тогда выиграли Комет с каким-то там релизом, и Смудо, один участник из Фантастические Фея подарил свой приз Зидо. Потому что признал, что Зидо их вынес. Да, это true. Поэтому он отдал свой приз, а тогда было прям все-таки... Это, кстати, прикольная связь поколений, на самом деле. Это, на самом деле, со стороны фантастических фиг, которых всех уесосили на тот момент. Это очень сильно. И Смудо и Зидо тогда сдружились, и он тогда его пригласил на релиз, когда у него был альбом. А у них была совместка? Не совместка. Знаешь, что это было микс с Зидо? Меня поразило, что у МС Рене была совместка с Зидо. Нет, когда не помнишь, то есть вот этот длинный, 18, 19... А, ну это недавно было, да. Вот, и там Смудо тоже присутствует. Точно. Но там и этот... Старый чел, как его? Черный. Я был максимально... Да, 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 Музе с Пэлем на мотоцикле. Я был максимально близок к тому, чтобы нажать на плей. Ладно, мы смотрим сейчас охуительно. Эту фразу я слышал четыре раза. Четыре раза. Все, все, мы молчим. По-немецки было сказать. И сейчас это шумфирмайгаат. Духурензон. Духурензон, блядь. Давай, это мы еще обсудим. Это слово мы еще обсудим. Ладно, посмотрим. Вообще-то нельзя так говорить даже друзьям. Ну, друзьям можно. Но это нет. что вот даже сейчас эта версия где какие-то все слова они как бы замазаны замазаны сейчас это просто смешно потому что сгорода были жесткие вещи дальше гораздо жестких нет тогда были то жесткие еще но сейчас youtube но тогда не было youtube а соответственно единственный это было мтв и viva и когда показывали это по телеку они замазывали потому что когда вышел альбом зидо маска и андагет на мадрай это было ну прям шокирующе они даже в политике обсуждают что нужно запретить это то что у нас вот про батл это же в думе да но это но это было в тысячи до 3 и в германии и в германии и они прям они говорили что вот молодежь тупеет от этой херни это нужно запретить ну этот эксплик там очень много всего было просто очень много было предъяв и националистические они хотели они хотели запретили неуважение к женщинам они да вот самое главное было гей и неуважение к женщин как и с именема кстати мы тоже самое предъявляли да но здесь про женщин прям прям это они прям выходили на улицу перед парламентом и такие нужно запретить зиду нужно запретить как бы агру берлин уважать женщин да и треки крутили им разрешили только потому что они замазали эту хрень это очень забавно потому что если ты сейчас слушаешь без замазки ну dirty version когда такое типа ну окей ну нет ну аршфикс он до сих пор жесткий да он до сих пор жесткий он грязный он такой ты такой слушаешь такой при этом это танцевальный бэнгер вот что самое забавное типа дискотечный бэнгер но ты не хочешь слушаться в секс на дискотечный да вот как вот сейчас если в германии в каком-то клубе олдскульном включает аршфикс он все-таки прям сейчас слышать вот эту замазку это на самом деле блин там нет не настолько жестко было это правда потому что то что делал бушида было в каком-то смысле конечно но майн влог ну там он говорит фиг мне они таки замазывают это как в америке да типа эксплицит клин даже да давай про бушида немножко расскажем следующий у нас кто у нас следующий бушида есть так кстати коллега по цеху недавно он получил тоже от твича партнерку играет в игрушки стриминг он известный привет бушида он известный геймер он про world of geocraft 100 лет назад позвони я тебе не отвечаю добавь в стиме заебал короче что про бушида сначала как бы нужно про агро еще пару каких-то моментов прояснить то есть они что они делали они вообще не только смотрите в берлине была целая огромная андеграунд сцена и нужно все-таки назвать еще имена за вот мы перейдем на прям гигантская я помню что я купил dvd тогда вот еще ты забыл одно средство распространение информации были дивидишки которые раздавали даже прям ну можно было например берлин сити была дфуд про разные лейблы про все лейблы города они раздавали их перед магазинами нет я заказывал платил на свои в 2003-2004 если ты проходил футлокер просто какие-то дивиди или что да они раздавались с новыми какими-то но это понятно как микстейку на улице раздавать но я имею ввиду типа но для берлина это было прям я помню две документалки рэп-сити берлин айнсунтсвай по-моему и как раз руяль бункер тоже была документалка охуенная но это хуй не помню я не помню можете все это найти на ютубе там просто вы увидите что миллион лейблов были в одном берлине то есть восточном берлине конечно еще больше восточном берлине было мало потому что там тяжелое наследие социализма коммунизма да в гдр было мало то есть джоури лаос блок вот эта вся тема ну короче слабенький достаточно рэп то есть эти ребята может и окей но все равно вот эти ребята рулили в западном рулили в западном было куча короче подземки давай основных вспомним был была бас бас бокс базу танкс как назывался их лейбл амстаф амстаф это фирма подожди амстаф это фирма блять у меня уже тоже за давностью лет короче вы это не слышали мы просто перепрыгнем да 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 там было короче очень много дохуя разных да блять я хотел еще его подозревать фраунарцт кинго гасмус мауа люди которые потом кстати хайпанули впоследствии ну фраунарцт фраунарцт то что хайпанул да они прям их слушали немцы они поехали на майорку где смотрите прям ладно представьте себе это следующим образом начале двухтысячных по середину двухтысячных в берлине существовал огромный культурный андеграунд подполье криминальное культурное все эти арабские языковое арабские кланы мото гэнгс там я не знаю какие-то короче люди которые в принципе были отрезаны от остальной германии тут нужно еще уточнить очень важный момент социологический сори что все время на социологию и прочего хуйню съезжаю это важно почему после люди смотрят в россии такие ой блять пиздец там опасно у нас блять вся россия живет в панельках и ничего страшного правильно но есть существенная разница в германии в англии средний класс составляет не там 20 процентов как у нас там не сколько там 15 30 неважно средний класс германии в англии составляет там 70 процентов это самый самый сильный что людей и и наверно подавляющее большинство людей в стране живут очень хорошо особенно по российским меркам заебись прям и поэтому те люди которые живут плохо которые принадлежат может быть 10 15 20 процентов низшим да очень хуево они себя чувствуют не просто бедными в стране бедных как в россии они себя чувствуют бедными стране богатых как германии в англии и во франции в меньшей степени и поэтому у них не просто без перспективняк а конкретный такой с чувством отчаяния и агрессии да возникает что когда все живут хуево такая сильная антипатия да когда ты живешь хуже всех это это хуже чем когда все живут хуево понимаешь и только маленький процент живет хорошо как как допустим россии особенно в берлине в берлине то есть ты прям чувствуешь что ты прям говно из говна они говно из анализаций поэтому они как москва потому что москва это не россия в моем понятии так же берлину ты не германии конечно вот и ты их когда в берлине ты такой находишься потому что берлин не имеет центра но это если ты кусочек летайн к идем в центр то берлинские люди такие и написать руки да и есть такое то что ты несешь какой центр в rằng что берлин рынок до весь центр ты можешь везде выйти на улицу. Везде разные. Да. И это будет для тебя центр. И поэтому в Берлине вот это симбиоз, вот high class и прям гетто, он каждый день ты его видишь. Даже сейчас. Ты когда приезжаешь в Берлин, и есть... Контраст. Да, контраст он очень сильный. Да, потому что Берлин он прям грязный, противный. Он грязный, как проститут. Да, он прям... Но с другой стороны, но с другой стороны... Спасибо за переводы. Но с другой стороны, он прям... Он прям... Заубер он трайн, вяне гуте просто и ты. Короче, мы... Да, давайте подробно. Вот, ну Берлин, он как бы своеобразный. Я каждый раз, когда приезжаю в Берлин, я как бы я чувствую... Для чего было это лирическое отступление? Представьте себе, что вы чувак миграцион с хинтергрун. То есть, из семьи, переехавших в Германию из какой-нибудь восточной страны, например, и вы в начале двухтысячных живете в Берлине и слушаете рэп. И по всей Германии процветают белые дети из прям богатых семей, которые делают рэп. Да. Вы их, сука, будете всех ненавидеть. И на это сначала выехал Саваш, который как бы тоже с турецким бэкграундом, а потом уже выехали конкретно уличные ребята, вот конкретно, типа, те, кого мы сейчас называем, возможно, они не были там пиздец какими-нибудь убийцами, и все это пиздец... там, понятное дело, что они ими не были. Это образ. Но они дружили с человеками. За ними стояли челы. За ними стояли уже люди посерьезнее. Это были те же ангелы, это были те же англаны, это были те же англаны. Вот это интересно, я бы на этом тоже, типа, заострил внимание, особенно про ту историю, типа, где чел застрелил, типа, именно мента. Бля, может мы не будем о таком негативе рассказывать, пиздец? Блин, только что? А, такой, ты такой, типа... Так вот, и все там, блядь, хуёво, блядь! Это время прошло, 20 лет, 20 лет прошло. Ну, давайте не заострять внимание. 20 лет прошло, а сейчас конкретных типов завалено. Не, ну, в данный момент, сейчас в Германии прям война вот этих кланов, бандитов, хеллс-энджелс, от ударов, там, короче, ну, прям лютый трэш сейчас, что прям в политике это обсуждают, чтобы запрещать все эти чартеры. Это убийство, вот, которое на улицах происходит. Да, да, да. Ну, там один чел, короче, пришел к другому, он у него конфликтует эти чартеры, и он взял мачету, он пришел к нему домой и отрубил ему руку. Смотрите. И ты, когда такой в Германии живешь, все заебись там, и ты читаешь газету, и ты такой, ё... Как это связано с нашей беседой? Такая херня, разумеется, есть везде. Да. Но! Почему это связано с рэпом? Вот эта тема идет вот от этого господина, чей клик мы сейчас послушаем. Дело в том... Нет. Хорошо, приведи мне пример, приведи мне пример симбиоза рэпа и прямо конкретно улицы в немецком рэпе... Я тебе объясню, почему это был Франкфурт. Нет, нет, смотри, я тебе объясню, почему история немножко другая. Конкретно у Бушида. Теперь уже, когда после последнего, Мефисто и так далее, это тем более стоит. Да, но мы прям забегаем вперед. Нет, мы не забегаем вперед. Смотри, Бушида был в Агроберлин. Да. У него был контракт. Да. Мы сейчас дойдем до его клипа. Как раз это очень хороший момент. Потому что это был первый клип после. Да, сольный, да. Значит, он был подписан на Агроберлин вместе с Зидо и прочими. Ребята, которые рулили лейблом, посвящали, видимо, больше времени и денег на Зидо. Вот. А Бушида всегда... Очевидно, что чувак с суперлидерскими качествами. Это очевидно. И потом он это доказал. Ему было как бы узковато. И плюс он был... То есть он хотел уйти, но не мог, потому что у него был контракт. Да. И вот то, что он сделал потом, на мой взгляд, определило во многом судьбу немецкого рэпа следующих 15 лет. Чувак для того, чтобы выйти из этого контракта, попросил помощи у влиятельной арабской криминальной семьи. Семьи, да. Которая на данный момент, ну, они только начинали свою криминальную активность, но они тогда пришли в офис, это прям всем известно, и по факту сказали, что вот, мы этот контракт, и он не существует. Они с мечом, насколько я знаю, там они, чувак, пришли. Если это легенда... Нет, это легенда. Не было такого, там, это в фильме так было. Ну, просто приходят серьезные темы. А, ты раз, вот посмотрите фильм, хотя мне очень не нравится этот фильм. Он даже тут перебил рассказать о том, что ему, блядь, не нравится, но посоветовать. Ты, блядь, ты понимаешь? Насколько, блядь! Чтобы наши разговоры не были чисто абстрактными, посмотрите фильм, как он по-русски называл? «Время меняет тебя». Просто многие, в России, многие смотрели. «Времена меняются». «Время меняет тебя». «Времена меняют тебя». то есть «Времена меняют fica». «Времена меняют тебя». По-моему, нет. «А, это трек, это трек». Окей, «Времена меняет». Короче, уже два один, блядь. «Пау». 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 «Какой трианиджик». За кого, хуй, ты тройку там себе приписал? Это было в треке. Наоборот. На что поспорим? Это же с вами поспорим, что трек назывался... Что фильм назывался? На пятерочку. Ну что пятерочку? Рубчиков. Блядь, вы меня сегодня хотите оставить? На пятерочку рубчиков. Блядь, нет, мне не настолько... А, засал, блядь! Давай накасай! Давай накасай! Спорят! Нихуя себе, блядь, такой... Ну лучше накасай! Ты пригласил? Ой, сейчас пытается... Давай, блядь! Смотри, блядь! Блядь, напишите в чат! Сука! А, нет, нет... Ты говоришь, фильм назывался, да? Блядь, ну такой уверенный, я не буду с собой спорить. Как назывался фильм? Пишу, блядь. Проверь, проверь, теперь уже можно. Я уже не поспорю. Прикинь, я просто... Ты не... Хуйню сморозил. Тих! Фильм назывался Сайт Нэннэн, дих! Ну, вот пишут кто-то... Иди нахуй, блядь! Ты не был уверен? Ты блефовал? Ну, ты уёбан, блядь! Сука! А чё ты блефовал? Ну, блядь, ты просто в покер со мной не играл. Слава богу, я не буду, блядь, теперь. Так, короче... Мы включаем трек, блядь. Нет, про арабскую семью и про... Да, они пришли, просто отстегнули Бушидо и сказали, что этот чел теперь с нами. И все знали на протяжении последних пятнадцати лет, что Бушидо имеет крышу. И это Абучакар, это клан Абучакара, который как бы везде отвечает за него. Ну, это, в принципе, привело к определенному симбиозу вообще в культуре. Да, но это забавно, потому что все эти рэперы, они тут как бы были в тусе с какими-то там кланами или... Гэнгс. Да, ну да, гэнгс. И когда у них прям пошло все заебись с музыкой, то, естественно, все это окружение, они такие... О, блядь, заебись. Ну, рэкет называется. По факту. Ну, не то, что по факту, но они такие... Дружок, мы как бы за тобой смотрели, да. Отстегни. Отстегни. Да, ну вот, я могу так сказать. Вот на данный момент это прям, ну, такая трэшовая хуйня, но это существует, потому что это прям в индустрии такая хуйня. Я надеюсь, до Германии это не дойдет, но вот, к примеру, есть люди, которые очень влиятельные там внизу. И когда, к примеру, даже если топовый артист приезжает в какой-то город с концертом, то ему нужно спросить разрешение. То есть территория поделена между сферами влияния. Да, потому что хип-хоп, он все еще находится... Я бы сказал, он теперь находится. Раньше в Германии этого не было. Ну, это... Да, это медленный такой был символ, потому что... В Англии, например... Этого нет. Настолько жестко. То есть в Англии есть рэперы, которые состоят в бандах и читают. А я тебе скажу почему. В Германии рэперы дружат с бандами, чтобы они их защищали. Знаешь почему? Потому что когда рэп стал мейнстримом... Вот на данный момент рэп, ну, это главная музыка в Германии. Когда они все как бы поняли, что, подожди-ка, это не какой-то там стрит-шит, который там в Ютубе крутят. Это реально. Продают. Да. Реально собирают. То все больше и больше криминала зашло в чипков. Но тут нужно еще один момент. Смотри, очень важный момент. Что-то я не слышал, чтобы какой-нибудь Кро имел вокруг себя банду. Объясняю почему. Рэперы хотят... А я тебе скажу почему. Я тебе скажу почему. Ну, хорошо, ты мне скажи почему. Ну, потому что рэперы хотят... А-а-а-а! Чил! Это будет отличная гитка. Чил! Подожди, это зависит от того, какой у тебя бэкграунд. Это очень важно. И у Кроу бэкграунд... Абсолютно верно. Вообще! Я Кроу помню. Я с ним футбол играл, блядь. Кроу — это простой немецкий пацан, который, блядь, хуярил пиздатую музыку и такой подумал... Слушай, а ну-ка я все закину в интернет. Но очень много челов, которые, как же и София, и Айн Сахдзим, которые были, они продавали наркоту, они крутились в этой всей хуйне. Но они такие, слушай, а ну-ка я зачитаю. Это еще одна тема. Но смотри, но по факту есть еще один момент. Это то, что есть действительно по-настоящему уличные типы, которые пришли в рэп, типа Айн Сахдзим, мы к ним еще вернемся. Но есть также рэперы, сейчас не будем называть конкретно имен, их много, которые хотят общаться с улицей, для того, чтобы в клипах были опасные люди за спиной, целая толпа, то есть как собрать пиздец, у кого опаснее толпа. Сами рэперы зачастую являются пешками в этой игре очень крупных игроков. Почему, например, в России это не происходит, насколько я знаю? Это не происходит потому, что рэперы не пытаются выходить напрямую для того, чтобы криминал понтовался в их клипах. Это даже не выходит напрямую, это притягивает криминал. Потому что рэперы сами пытаются быть этих, уличных криминалов. 100% на данный момент всей рэп-игры, тот же Алексеяш, тот же Челла Абди, они все из этого говна. Они, да. Они все из этого говна. Они трушны. Но есть не только такие. Тот же Сам Аджем, тот же Кейси. Хорошо. Они все из этой херпы. И поэтому в Германии с этим можно рубить бабло. Да, безусловно. И мыть бабло. Они прям моют свои бабки там. Это стопудово. Но я к тому, что... На всех этих концертах, на бурах. Но Бушида тогда открыл Ларщик Пандоры, на самом деле. Потому что... Я бы не сказал. Слушай, люди отстегивают. И даже те, кто говорит, что они не отстегивают, Буши тоже отстегивают. Знаешь, почему ты так говоришь? Потому что это было первое, что вошло в... Медиан. Да. Так, ты хочешь мне сказать, что Музас Пелем, типа, за ним кто-то стоял, и он им отстегивал. За азатом стоят, блядь. За азатом. Пиздец, блядь, да? Я не в курсах. Это всегда было. Оно всегда существовало. Но Бушида со своим фильмом... Окей, хорошо, я принимаю. Со своим фильмом. Он кинул, и начали все эти Шпигель, Штен и так далее. Это они прям начали обсуждать. Вытащили эту фольму, которую там он подписал. Ну, сейчас, короче, это прям тема постоянно в средствах массовой информации. Чтобы люди поняли, о чем мы говорим, мы смотрим клип Бушида. Давайте я вам сейчас скажу. Ну, во-первых, кто там пишет, что, типа, там, Ваню жалко и так далее. Нет, блядь, мне интересно. Я об этом вначале говорил, что, блядь, мне так же интересно послушать, типа, как и вам. Потому что у меня, там, ну, не знаю, не знаком я с немецким рэпом, и мне очень интересна вот эта история. И когда я делаю такое лицо, типа, ага, я скорее прикалываюсь. Второе. Кто-то просит отпустить покурить и так далее. Давайте мы посмотрим клип уже. Да. Второй. Сейчас, сейчас. Да, какой там. Мы можем начать, да, потому что вот это меня пугает, блядь. Мы не будем их все смотреть. Знаешь, в новой школе мы много говорить не будем. Это хорошо, потому что там просто я буду говорить, что... Мы включим хоть что-то, что-то я знаю. Что же там я такой... Ладно, мы, короче, смотрим трек, который, ну, я бы сказал бы, это был взрыв. Да, потому что Зидо и Битайт, они все равно, как бы, там была несерьезная хуйня. Ну, там про еблю и так далее. А здесь именно был такой гэнгстер рэп. Ну, да. Это чувак, типа... Да, это рождение немецкого типа гэнгстер рэп, который был true. Ну, мы не знаем, насколько... Понятно, что здесь тоже преувеличение, но... Смотри, с Бушидо в жанре это было как... Бушидо такая тема, это писалось, это было как... Бушидо махт гэнгстер рэп, это был гэнгстер. Плюс, мы не знаем, насколько правды прям все время в слова Бушида, но ему веришь. Потому что он это отыгрывает даже там, где возможно. Это не так? Это было очень... Он отыгрывает очень аутентично. Хотя это, кстати, довольно попсовый, по сравнению с людьми. Это был первый. Да, это был абсолютно... Ну, это был сольный перешик первый. А это, слушай, а... Разумеет, кто это... Машка панца? Так, это был первый. Не ходишь, слушай, с большим сосками? Нет, я был... Клик, где прорезу, у них там был, на самом деле, на самом деле. Я... Послушай, я, по-моему, на 4-100 раз спросил. Они никогда не пересекались. Реально. А что мы... Что? А сейчас... Вот, вот сейчас. Будет мясо. Сейчас будет мясо. Блядь, в пизду твое курение. Посмотри, сейчас дис на ЭКО. Давай мы сейчас послушаем и потом пойдем курить. Что, сразу? Сразу же, сразу же. Нет, сразу не получится. Почему? Нет, потом мы расскажем. Расскажем, да. Мы послушаем. Это по заказу одного из чуваков в чате, который написал мне по-немецки, типа, чувак, ты должен осветить дис Саваши на ЭКО. Ладно, мы готовили, естественно. Да, мы естественно подготовили. Но мы как раз попали в яблочко. Мы прям сейчас включим, потому что это было... Сначала включим, потом расскажем. Да. Мы пойдем, мы послушаем, пойдем... Это легендарное дерьмо, человек, это один из лучших дисков всех времен. Это не то, что легендарное дерьмо, это, наверное, пять минут уничтожения. Я тут позволю даже себе прервать, ведь во многом вот этот рэп немецкий, который выходил в то время там и на телевидении и так далее, это же дис во многом. Нет, Саваш единственный рэпер, который до сих пор это Battle Rap MC. Все его треки направляются... Ну, типа, ну вот это же, это просто уничтожение. Нет, но это дис. Смотри, вот то, что мы сейчас посмотрели Бушида, это просто репрезентовый... Нет, понятно, я говорю, что... Ты видишь, что вот этот, который мы сейчас посмотрим? А, это конкретный дис против конкретного чувака в виде видео, супер личный, потому что этот человек был подписан у него на лейбле. Я к тому, что это не единственная история, там было еще куча таких. Да, но их было не то, что куча, знаковых было буквально партия. Ты говоришь о диссе Бушида на Кейуана, который был много лет спустя. Да-да-да-да. Это первый. Он в могилу загадку. Да-да-да-да. Вот это это. Нет, я вот про это и говорил, что я это видел. Это, знаешь, это blueprint для всех диссов, которые были после. Это настолько было охуенно. Это как Nass Ether или как, я не знаю, дисс Эминемора. Нет, это как Hit'em Up. Как Hit'em Up, да. Ну, как Hit'em Up. Ну, это настолько охуительно, что были девушки, которые знали это наизусть. Я помню прям. Слушай, я думаю, и немало. Да, и немало. Это не гендерный вопрос в данном случае. Да. Хотя это, конечно, более пацанская тема, типа диссы. Да, ну, наизусть. Ты такая, знаешь, девушка прям, ну, ты такой, и она тебе такая читает эту хуйню. Типа... Cross-cultural shit. Да, да. Смотрим. Давайте. А, стоп, 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 подожди. Стой, стой, поставь на паузу. Поставь на паузу. Стой, стой, стой. Я не хочу. Я не хочу. Когда была премьера, это было на TRL, и здесь просто не видно, когда Саваш пришел на TRL, этот трек начинался с шаутаута 50 Cent. Да, реально, кстати. 50 Cent говорил, ё-привет, Саваш, там, типа, вся хуйня. А на то время... И на данный момент, 50, в 2005 году, он... Ну, это пиздец. Потому что... Самый топовый. Да, потому что до этого был дис на Саваша, и там был, короче, один кикбоксер, который сделал тоже шаутаут. А Саваш прям... Ты взял его, я возьму 50 Cent. А я возьму 50 Cent. И было тогда TRL, и он такой, 50, Закс Ин. И 50 такой... Я тогда сидел дома, я смотрел TRL, это была прямая трансляция, и я прямо хуйню. Да, это пиздец. Я прямо сидел и такой... Это на 2005 год, когда был самый пик карьеры. Самый пик там был... Тогда я был... Раньше у него был пик, но... Второй, третий. Да, но G-Unit тогда был прям... Это пиздец, да, да. И я такой сижу, я такой... В смысле, блядь? И после этого идет вот это... И единственное, что я скажу еще до этого клипа, здесь вот этот чувак, это актер, который играет того, кого диссит. Да. Он типа дико похож. Да, он дико похож. Он не дико похож, но по типажу, да. Поэтому это эталон, все. Охуенный диск просто, блядь, мурашечный. А можем поставить и пойти на улицу? Да, мне, блядь, нет. Твой дом, твои правила. Глаз, ман. Пусяки.